Мы знаем, вы слушаете. Радио Болткома. Утро на Болткоме. Всего лишь три дня нас отделяет до начала учебного года. И уже сейчас, конечно, суматоха, подготовка к этим школьным будням. Во всех универсальных магазинах мы видим полки, заваленные тетрадками, школьными принадлежностями. Возле которых кого-кого не видно, так это детей. Да уж. Не хотят они совершенно идти в школу. Как правило, это всегда большой стресс и для детей, и для родителей, поскольку за лето дети привыкают к тому, что они могут позднее вставать, позднее ложиться и гулять. И вот как ввести ребёнка в этот рабочий график, как его мотивировать? Как вывести из лета и ввести в начало учебного года? Ну, обо всём этом мы поговорим с детским психологом, с Ольгой Попейко, которая с нами на прямой связи. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Вы действительно поднимаете такую интересную тему, как вывести ребёнка из лета и ввести его в эту прекрасную школу, в которую он вообще не хочет идти. Да, мы такие мастера изящных формулировок. И как говорят дети первого класса, которые сейчас у меня клиенты идут, они говорят, а вдруг мне не понравится, а вдруг я туда не захочу ходить, и что же я тогда буду делать, а я так не хочу прощаться с летом, и ещё бы парочку неделек, и мамочка, давай как-нибудь отложим эту школу. Ну, вот такая тревожность у детей. Ну, вот родители так, да. Дети постарше, они тоже говорят, о, школа. Редко найдёшь ребёнка, который, вау, говорит, школа. Да, за сверстниками они скучают, более старшие дети, за своей компанией, а вот за самим процессом обучения не всегда. Что делать? Выводить детей из лета. Это действительно так. И помочь ребёнку перейти в этот новый учебный год. И чем больше мы, так сказать, сталкиваемся с вопросами вот родительско-детским по школам, по школьному такому процессу, ну, нам действительно приходится всё больше и больше уделять внимание школе, школьному процессу, ребёнок из школы. В общем, семья не остаётся без этих тем. Вот. Для этого, ну, давайте определимся, мы по каким возрастам пойдём. Совсем дошкольной, начальная школа, либо постарше. Ну, а почему бы не пробежаться короткой строкой по всем? По всем. Ну, начать с тех, кто пойдёт в первый раз, в первый класс. Ну, для всех, однозначно, для всех детей я бы рекомендовала проверить здоровье сейчас. Мы, конечно, не успеваем за короткое такое уже оставшиеся дни, но всё-таки обратить внимание на то, как ребёнок вырос, если это ребёнок младшего возраста, если он болел там раньше много, или если у него есть какие-то специфические вещи со здоровьем. То есть вот такую проверку и профилактику здоровья в конце лета, начало осени обязательно нужно делать. Нам нужно посмотреть, как ребёнок растёт и как он справляется с нагрузками. Поэтому не забыть вот этот момент подготовки к школе. Физическое здоровье с доктором обсудить и проверить. Второй момент для всех – это настрой. Вот этот психологический настрой на учебный процесс. Учебный процесс – это дело ребёнка любого возраста. Первый класс, третий класс, пятый класс, двенадцатый класс – это его дело. И вот как он относится к этому делу, как он его хочет, как он его желает, как он туда вовлекается в свои, так сказать, движущие силы, в свои мотивации. Вот это вот очень важный момент, потому что на этом зависит его и любознательность, и исследовательское отношение, и желание самого себя учить, и справляться с трудностями и так далее. Вот этот вот настрой нам нужно в ребёнке поддерживать. И если мы дома позволяем сказать, ух, школа, сейчас начнётся эта школа, на самом деле родители очень вовлечены вот это сопровождение в школу. И порой сами себя ассоциируют со школой. У нас пятый класс, у нас седьмой класс. Да какой у вас, говорю я? Вы уже давно закончили свою школу. У кого? Кто идёт у вас в школу? Вот этот вот момент своего настроя, такого трудного, стресса, который мы, взрослые, зачастую дома передаём ребёнку, он очень плохо на них влияет. Нам нужно поддерживать вот этот вот дух исследовательский, стремление на своего дела. Вот это для всех возрастов важно, мне кажется. Как бы мы не страдали от школьного стресса у себя дома, но мы всё-таки должны понимать, что ребёнок проходит свои уроки сам. И трудности обязательно он будет встречать, и трудности развивает его интеллект. И это очень здорово. А вот поддерживать, сопровождать, интересоваться, спрашивать по мере необходимости, помогать в трудностях, ну как помогать, направлять. Это наша родительская задача. Это для всех возрастов. Что касается первоклашек, ну может быть ещё вспомню какие моменты, но что касается первоклашек, ну конечно они обеспокоены. Нам нужно, может быть, делить больше внимания по ходу в школу, вот ориентации в пространстве, как мы идём, где находится школьный двор, школа, найти время туда зайти не один раз, поговорить с учителями, если есть такая возможность, с учительницей, познакомить со школьным двором. То есть чтобы вот этот вот путь в школу и обратно, мы могли его до школы как-то прогулять, проходить, пронаблюдать. Конечно, мы сопровождаем детей, он не пойдёт один, но пусть он меня как родителя ведёт в свою школу, а не я его буду везти в школу. Поэтому пусть он знает эту дорогу, но мало ли, может, ему придётся когда-то вернуться одному. Поэтому вот это вот обучение ребёнка, что мы всё-таки знакомы, сейчас наверняка это и есть, но если ребёнок беспокоится по поводу школы, ещё раз говорит, пройдите вокруг, погуляйте, зайдите, поговорите с учителями. Никто ведь не откажет показать какой-нибудь кабинет, если будет на то возможность, конечно, мы не рвёмся, но так доброжелательно выстраиваем отношения со школой. Конечно, нам нужно вернуться, опять-таки, для всех детей, в ритм жизнешкольной. Тоже мне сейчас могут поулыбаться и сказать, ну, это невозможно, это вот так. Тут каждая семья сделает свой выбор, и что же они на самом деле хотят. Если мы говорим, что ребёнок вот сейчас, 31 число и 1 сентября, и вот сейчас школа, это будет определённо стресс. И по ритму, и по времени, и по сборам, и по всему. И многие люди въезжают в школу вот прям с самолёта, что называется, прилетели, приехали там с дачи, с каникул, с каких-то встреч, и забежали в школу на линейку. Это очень непростое такое действие. Ребёнок входит, любая нервность, любое психическое, но он настраивается, он входит, он должен быть в переходе. И, конечно, время вот введения, так сказать, перехода в школу нужно закладывать. Одному ребёнку нужно два дня, другому ребёнку нужно две недели. Я помню эту историю прекрасную со своей пятиклассницей или семиклассницей, вот в каком-то такой среднем школе. И мы наблюдали такой момент. Мы куда-то вернулись вот так, и началась школа через там 3-4 дня. И мы понимаем, что сентябрь, а ребёнок не вменяем вообще просто. Он отдыхает. Он спит, он там опаздывает, он не собран, он там что-то как-то тянется. И мы определили. А там уже сентябрь, уже прошёл октябрь, каникулы. И, в общем-то, вторая четверть, в общем-то, началась учёба. Прямо настоящая, ответственная, с полным вовлечением и так далее. И мы стали наблюдать такие моменты и у других детей. И установили опытным путём. Ну что такое психология? Достаточно нужно быть наблюдателем. И мы установили, что где-то 2 недели до нужно, в общем-то, ребёнка вводить в этот процесс. Ну как вводить? Что-то про школу вспоминать, что-то к ней готовиться, как-то выходить в ритм жизни, в режим дня. Если нужно что-то повторить из летней программы, ну, почитать, повторить. Не обязательно это сидеть с утра до ночи учить. Но вводить эти там час этой такой вот темы дома по литературе, или там по математике, или по физике. Как-то вводить, чтобы уже мелькали какие-то книжки, какие-то занятия. Не обязательно сидеть часами. Ну, полчаса, 40 минут, часа вполне достаточно, чтобы ребёнок настраивал себя на этот учебный год. И когда мы стали эти вещи практиковать и со своими клиентами, и у себя, мы увидели, что дети легче входят в учебный процесс, если они его начинают немножко раньше. А это раньше, это где-то две недели, как минимум. Поэтому вот ритм биологический дня, ритм жизни, его никто никогда не отменял. А для детей он очень и очень важен, потому что отсюда пойдёт стресс. А если пойдёт стресс, он будет болеть. А если он будет болеть, то придётся брать больничный. Если брать больничный, значит, надо сидеть с ним дома, учиться. И, в общем, целый круг всяких проблем начинается. Там он опоздал, а там он забыл. А там он проспал, а там он ещё что-то. Поэтому мы вводим. Очень круто сейчас мои клиенты придумали, или вспомнили, может быть, так и было. Ну, кто-то дошёл до этого. Подводить лето, какие-то свои итоги. Ну, не то, что мы сидим и анализируем лето. Вот мне сейчас показали, прислали, как с ребёнком третьего класса делали летнюю книгу путешествий. Где бы они там ни были, у бабушки, там, в поездках, на море, там, в походе, ещё где-то, они составляли вместе с родителями такую, естественно, ребёнок преимущественно, и он инициатор, родители в поддержке, такую вот travel book, такую книжку, очень яркую, интересную. И она уже подводит итоги лет, как мы растём, как мы готовы вот это лето прожить и из него выйти. Конечно же, потом будет наверняка какой-то праздник семейный, может быть, это чай вместе с семьёй такой. Но, тем не менее, они уже обсудят, где же они были и через что они взрослели. Вот, и такое прощание, может быть, с одной частью жизни и вход в другую, он всегда оправдан, он тоже даёт настрой ребёнку. Вот такие, другая семья, может быть, придумает другое. Ну, принцип такой, что мы подводим некие итоги нашего летнего отдыха и восстановления, как ребёнок там вырос за этот период, и шагаем в Новый год, потому что Новый год, новый я, новая учительница моя, может быть, новый класс, если мы меняем класс. Это всегда даёт некую осторожность, тревожность, беспокойство, и к нему приходится адаптироваться. Поэтому важно, на мой взгляд, на это обращать внимание. Если это действительно новая школа, дети меняют школы в любом возрасте, значит, адаптацию придётся проходить к новому коллективу, к новым учителям. Адаптация занимает от месяца до трёх месяцев. Поэтому мы понимаем, что вот маршруты, путь, отношения, даже девятиклассники, десятиклассники, они будут тоже выстраивать, сколько ему надо доехать, с кем, где сидеть, как ориентироваться по школе, какие учителя, как требования выставляются. Это тоже занимает душевные силы. Ребёнок что делает? Устаёт. Значит, после школы никто не отменял час или два часа отдыха. Но нагрузка бывает такая, что дети заняты больше, чем их родители. Школа, продлёнка, дополнительные занятия, кружки. И в восемь ушёл, в шесть пришёл. Ну, что он там делал? Вроде как отдыхал. Да нет, работал. И ещё в перерывах между как-то пытался там думать или вспоминать правила или что-то там ориентироваться. Поэтому отдых обязательно нужен. Но отдых зачастую родители предпочитают с чем? С компьютером или с телефоном или ещё что-то. Это, уверяю, что уже учёные пришли к тому выводу всего мира, что это не лучшее решение давать компьютер или телефон ребёнку в качестве отдыха. Мы встречаемся уже с последствиями этих действий. Ну, если, конечно, нам не безразлично здоровье будущего ребёнка, будущее его, с которым мы встретимся через 10, 15, может быть, и 20 лет, сейчас как-то про это, может быть, мы не думаем, нам ситуационно так удобнее, то нам нужно про это подумать. Потому что рост и развитие ребёнка – это не про сегодня и сейчас. Это про будущее и про будущее его здоровья, устроенность и удовлетворённость после 20 лет. Вот как мы сможем этот процесс организовать внутри своей семьи и настроить ребёнка – это очень, на мой взгляд, важно. А в таком случае какой отдых правильный? Ну, если мы говорим про детей младшего возраста, то это, конечно же, подвижно. Это должно быть движение. Должна быть какая-то физическая активность, двигательная активность. Ребёнок должен двигаться и много двигаться, должен играть. Несмотря на то, что школа сейчас такая сенситивная, так сказать, чувственная, много таких передвижных, всяких творческих моментов, двигательных, тем не менее этого мало. Дети зачастую не играют. Не играют во дворах своих, не играют прошёл, ушёл, вот сходил, посидел. Это основной вид отдыха, который говорят родители. Поэтому двигательная активность нужна. Как вы её придумаете, как организуете? Вот в одной семье мы организовали всякие футбольные и всякие игры, просто с мячом, не обязательно там поле, просто с мячом во дворе. Родители сказали про то, что у нас есть двор, но дети туда до школьного, до младшего школьного возраста не выходят. Просто не выходят. Вот как в квартире мы живём. И нам пришлось подумать, чтобы сделать внутри такое поле, площадку, где через какое-то время дети стали выходить, естественно, сначала с родителями. Это был очень трудоёмкий, очень трудный. Месяцев восемь мы про это думали, делали, действовали, не вытащить их. Не будешь заставлять так, встал, пошёл, будешь играть. Нет, так не работает. Значит, надо найти, чтобы ему хотелось выйти из дома во двор, да, и побыть там. Первые выходы, я помню, эти мальчишки, они просто уставали. Им 20 минут, и они говорили, всё, я пошёл. Мне тут уже скучно, я пошёл. Вот. И через какое-то время, почти год, дети стали действительно играть во дворе во всякие такие подвижные игры. То есть, получается, нужно обучать детей ещё и играть. Мы все привыкли, что они как будто бы сами себе придумывают занятия, игры. Если они уже не играют, то их придётся. А если они изначально играют, то не надо эту игру забирать у них. Как правило, дети изначально играют, сами играют. Они без игры, это их базовая потребность быть в игре. Но зачастую мы её своим воспитанием в дошкольном детстве исключаем. Мы сами не любим играть. я единицы родителей, которые говорят, ну ладно, к игре можно как-то спокойно относиться. В основном родители говорят, ой, не заставляйте, не просите меня играть. Всё что угодно, только я не могу играть. Меня это бесит, раздражает, я не хочу на это тратить время и так далее. Если у меня такое отношение к двух-трёх лет, то я буду всячески его как-то, ну, давать другие игры. то, что будет создавать тишину, покой, чистоту, порядок, там ещё что-то. То есть, это игра, это уже не игра, это уже как какой-то там другой процесс. И тогда ребёнок, конечно же, к пяти годам он уже не хочет играть. Унька, а вот... Эту потребность, её исключаемо из маленького возраста, а в школе приходится что-то. Поэтому спонтанная, творческая, оздоравливающая игра к школе почему-то исчезает из поля деятельности ребёнка, он становится таким, ну, не знаю, таким, неигривым. Спокойным. Удозрительно спокойным. Очень мало просто времени. Он становится удобным. Самый главный, наверное, вопрос. Что делать, если действительно ребёнок не хочет идти в школу? То есть, как его мотивировать? Но если вдруг он, ой, нет, я не хочу идти. То есть, чтобы не случилось так, что ребёнок стал прогуливать, то есть мы его там, ну, убегать с уроков. Это не важный вопрос. Он не хочет идти. За этим вопросом всегда есть очень важная тема ребёнка. И для этого нам нужно понять, что уже за это, что, почему он не хочет. Мы не будем его пытать, что же такого с тобой там случилось. Но мы должны понаблюдать, чем живёт ребёнок. На то, что он хочет или не хочет. У детей младшего возраста всегда есть веские причины внутренние. Почему он опасается? Что он? Вот ребёнок, который я вам привела, пример, опасается школы, мы понимаем, что он боится потеряться. Не сама школа его там беспокоит, знания или что. Потому что дети умные, дети интеллектуально настолько развиты, что иногда думаешь, боже мой, откуда же вы такие выводы делаете, такие размышления у вас глубокие. Дети в этом плане ума очень хорошо развиты. А вот эмоционально-волевая сфера у них сейчас, это я про здоровых таких, ну, активных детей без всяких особенностей развития и сложностей, да, их роста. И вот эти дети, они нужно понять, что там поняли, мама в беседе, задавая вопросы, ну, вот маршруты потеряться, ориентироваться, если со мной что-то случится, значит, кому я могу задать вопрос. И когда мы эти вопросы с ним обсудили и несколько раз прошли, ну, семья, да, не психолог, семья, познакомили там с медицинским персоналом, зашли в кабинет, там еще что-то, там на вахте задали вопрос еще, ребенок, сам ребенок, маму водила, мама, естественно, была с ним, то он сказал, да, у меня такая замечательная школа, я теперь понял. Ольга, к сожалению, нам показывают, что вот время у нас вышло. так что за этим всегда есть большая тема, и с этой темой нужно разобраться, и тогда обязательно ребенка есть, это стремление к познанию изначально, и мы обязательно ему поможем его пройти. Но нельзя его ругать за то, что он не хочет, нельзя его ограничивать, нельзя создавать такой контекст, что школа это страшно, плохо, тяжело, тревожно, и вот ты теперь пойдешь. И от нас, родителей, зависит, насколько ребенок будет хотеть учиться. А мотивировать специально его не нужно. Я вас всех обнимаю, поздравляю с началом учебного года, и пусть этот код у вас сложится так, как вы его хотите, интересным, познавательным и спокойным. Детский психолог Ольга Попейко была с нами, спасибо огромное. Спасибо вам. Наше время, к сожалению, завершилось. Всего доброго. Всего доброго. Радио Болткома